Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале в последний день уходящего 2021 года. Декабрь в этом году в Валенсии стоит просто прекрасный и днем температура воздуха прогревается до 23 градусов, поэтому сегодня новый год мы будем встречать с легким весенним настроением, чего искренне и желаем всем вам. Друзья, в 2021 году, как и в два предыдущих года из России эмигрировало 300 тысяч человек и с такими темпами за три года уезжает такой город как Краснодар, например. И мы в этом году помогли переехать в Испанию 31 семье и помогли им здесь адаптироваться к нашему взаимному и всеобщему удовлетворению. Но надо сказать, что у каждой семьи своя история, свои причины, мотивы переезда и, в общем-то, своя практика переезда. У подавляющего большинства семей, их реальность, которых здесь встретила и их мечты, в общем-то, они очень хорошо коррелируются. У некоторых, конечно, реальность превзошла все ожидания, но были, к сожалению, такие случаи, когда семьи сталкивались с непреодолимыми препятствиями и были вынуждены вернуться назад. Например, одна семья переезжала из России с двумя детьми на собственной машине с прицепом, груженным полностью домашними вещами и так далее, под самую завязочку. И с собой наличными они взяли деньги, которые выручили от продажи своей недвижимости в России, потому что посчитали почему-то, что самый надежный банк это вот та банка, которая находится под подушкой с деньгами, конечно. И поэтому уже буквально на подъезде к финишу оставалось пару сотен километров на очередной заправке, их обокрали и осталась семья без денег, без ценных вещей и вынуждена была вернуться в Россию. Поэтому, конечно, когда вы собираетесь сюда приезжать, делайте все это максимально разумно. Советуйтесь с нами, мы вам подскажем, как лучше это сделать. И сейчас я хочу вам рассказать, как бы подвести итоги 2021 года, именно итоги, которые коснулись изменений в требованиях к соискателям на визу Д, именно на визу Д без права на работу. Никаких новых законодательных актов не вышло. То есть все эти отношения так и регулируются законом 4 дробь 2000 от 11 января. Но новый консул, генеральный консул, которая пришла работать в московское консульство, теперь трактует этот закон по-своему, иначе. То есть, если, например, раньше, вот даже как мы переезжали, достаточно было предоставить контракты об удаленном, контракт на удаленную работу с дистанционным сотрудником, например. То есть достаточно было иметь дистанционную работу, онлайн работу или еще какую-то любую другую работу на фирму, которая не является резидентом Испании. И все эти годы так и было. И вдруг в 2021 году соискатели, которые начали предоставлять такие документы, стали просто получать отказы в визе Д. Почему это произошло? Потому что новый консул трактует вот эту фразу «без права на работы» буквально. То есть она трактует это так, что переехав в Испанию, вы не имеете права здесь работать вообще никак, ни удаленно, ни онлайн, то есть ни фрилансерами, не иметь вообще никакого права вести любую трудовую, профессиональную и какую-либо другую деятельность, и не важно, в какой юрисдикции находится род или вид вашей деятельности. То есть, в принципе, так скажем, грубо, Испания ждет тунеядцев и лодырей с большими деньгами. Все. Поэтому, например, если вы были учредителем своей собственной фирмы и одновременно занимали там какую-то должность, совершенно неважно какую, но по 2 НДПЛ у вас отражалась заработная плата, и вы подаете эти документы с высокими доходами, с надежным источником дохода, как вы считаете, потому что ваша фирма, например, работает уже 10 или больше лет и так далее, то вам приходит отказ в получении визы Д и сосылка на то, что источники вашего дохода ненадежные, неубедительные и так далее. И рассматривается это так, что если даже вы являетесь учредителем своей собственной фирмы, то максимум, что вы можете с этой фирмой иметь, это дивиденды, то есть доходы в качестве дивидендов, которые должны быть отражены в справке 2 НДПЛ по соответствующему дивидендам в коду деятельности. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, то у вас должны быть наемные сотрудники, которым вы делегировали полностью свои полномочия. Исключение составляет только род деятельности индивидуальных предпринимателей, такой как сдача в аренду движимого-недвижимого имущества. Любой другой вид деятельности индивидуального предпринимателя предполагает ваше вмешательство в организационную работу и вообще в вашу активную деятельность в данной сфере. Это неприемлемо с точки зрения генерального консула. И поэтому, если вы индивидуальный предприниматель, вы должны обязательно показать, что у вас есть наемные сотрудники, которые выполняют абсолютно все ваши функции. Вы должны показать, что работа вообще никак не входит в сферу ваших планов и интересов. Вы не работали как минимум уже полгода до подачи документов и не собираетесь работать. И вот то, что вы не собираетесь работать, это надо тоже убедить в консульстве, что как минимум два последующих года, а лучше больше, во всяком случае, желательно на весь срок запрашиваемой визы Д, вы не собираетесь работать, поскольку ваши финансы достаточны для того, чтобы жить на территории Испании самому и всем членам вашей семьи. Несмотря на то, что Королевский декрет номер 557 дробь 2011 от 20 апреля 2011 года устанавливает перечень условий, которые должны быть соблюдены соискателем на визу Д, а именно о том, что мы вам не раз уже говорили, это достаточно предоставить в консульство либо выписку с достаточным сальдо на счету. Вот сейчас вы видите самые минимальные суммы, которые должны находиться на вашем счету. Либо вы должны подтвердить пассивные, постоянные и периодические денежные поступления. Но на практике, друзья, вот это либо-либо не проходит. По закону, да, когда вы покажете либо минимальную сумму на счету, либо минимальный ежемесячно требуемый доход, практически гарантированно вы получите отказ. Вам надо убедить консула в том, что ваши доходы являются абсолютно пассивными, и они поступают вам независимо от вашей трудовой деятельности. Дальше, следующий момент. Значит, какое еще изменение коснулось именно желающих переехать в Испанию в 2021 году? Теперь, в консульство московское, чтобы записаться на подачу документов на визу Д, теперь необходимо на их электронную почту выслать заявку, в которой надо указать свои личные данные. К этой заявке надо прикрепить свою фотографию с паспортом, со своим загранпаспортом, который вы держите в руке. Загранпаспорт должен быть открыт на первой странице, где хорошо бы читалась четко ваша фотография и абсолютно все данные. Такую заявку надо оформлять на каждого члена в семье в отдельности, включая новорожденных детей. И, соответственно, дети тоже должны быть вот так же сфотографированы, с открытым паспортом рядом. Но эти изменения не коснулись консульства Испании в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге по-прежнему через сайт БЛС, через визовый центр подается. И единственное, что это на каждого члена семьи. Теперь надо указывать отдельный номер телефона и отдельный адрес электронной почты. Кроме этого, друзья, будьте готовы, что вас могут пригласить на онлайн-собеседование с консулом, либо с кем-то из сотрудников консульства, и отнеситесь к этому максимально серьезно. Все, что вы будете говорить на этом собеседовании, должно четко совпадать со всеми теми данными, которые у вас зафиксированы в вашем пакете документов. Это должно четко совпадать со всеми теми аспектами, которые отражены в вашем мотивационном письме. Поэтому перед подачей документов в консульство тщательно все раз еще изучите, проанализируйте, сделайте себе там какие-то пометки, чтобы понимать, на какие моменты надо будет акцентировать внимание во время собеседования, если на такое вас пригласят. Если вдруг к моменту собеседования вы поняли, что что-то вы подали не так, или еще что-то вы где-то упустили в какой-то момент, не выдумывайте ничего на ходу, просто логично обоснуйте свою точку зрения, и если вы решили это изменить, допустим, то вы так и скажите, что произошли изменения, вот было вот так, теперь стало вот так. Поэтому будьте тверды, убедительны и совершенно спокойны. Наверное, вот это самое основное, на что я хотела обратить ваше внимание, это те такие моменты, на которых погорело в 2021 году очень много желающих переехать в Испанию. И, опять же, в качестве просто доброго совета. Друзья, если вдруг, не дай бог, вам пришел отказ, потому что никакой пакет документов сам по себе не гарантирует то, что консульство даст вам разрешение, одобрение, да, в получении визы Д, это не обязанность консульства, это, в принципе, его возможность, да, как бы, то есть, да, вы все выполнили, и консульство может вам открыть данный тип визы. Но совершенно не обязаны это делать. Поэтому, если вдруг консульству показался ваш источник дохода неубедительным, или еще по какой-то причине консульство дало вам отказ, подавайте апелляцию, соберитесь обязательно с силами, с мужеством, и подавайте апелляцию. Обязательно отстаивайте свою правоту, потому что, если вы не подадите апелляцию, это априори говорит о том, что вы согласились с решением консульства, да, и вы понимаете, что ваши источники ненадежны, и, допустим, вы что-то, в общем-то, не так сделали, и так далее. Нет, друзья, жизнь штука длинная, за каким поворотом, что ждет, неизвестно. Вся эта история, она, как бы, хранится в общей базе, доступна для всех стран Евросоюза. Да, по запросу. Поэтому, если вы подаете апелляцию, и даже если вы понимаете, что, ну, не очень большой процент, потом, одобрения по апелляциям идет, но вы должны знать, что, подав апелляцию, вы заявили о том, что вы не согласны с тем решением и мнением, которое выразило консульство. После подачи апелляции, которую вы можете подать в течение 30 дней, с момента вынесения негативного решения по вашему запросу, и вот после подачи апелляции, если вдруг и апелляцию вам не удовлетворят, нет никакого срока, в который вы должны, допустим, подать снова документ, или вы должны выдержать какую-то паузу, нет. Может, вы можете смело, пока у вас действуют, например, справки, во всяком случае, 082У, вы можете смело собирать новый пакет документов, проанализировать, по какой причине вам могли дать отказ, исправить эту ситуацию и заново подаваться в консульство Испании. В этом году у нас вот был случай, когда семье отказали по финансовым гарантиям визи Д, отказали на апелляцию, через два месяца подали новый пакет документов, и пришло одобрение. Поэтому, если переезд в Испанию – это ваша мечта, смело идите на пути к этой мечте, и пусть ничто вас не остановит, и пусть ничто вам не помешает. Друзья, ну, в общем-то, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть в этом году у вас, в наступающем году, у вас будет больше поводов для улыбок, и больше поводов для хорошего настроения, и пусть как можно больше будет хороших новостей. До новых встреч и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин